Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! 20 марта в Москве будет драться Артур Бетербеев, наш хороший боец. Единственный наш хороший боец, который еще остался на плаву. Но видите, поединки... Почему единственный, ребята? Потому что манера ведения боя, как бы она предрасполагает бить там мексиканцев, всяких драчунов, всяких... Ну, Бетербеев такой же. Такой же полумексиканец, который может и подраться, и ударить может. Интересный очень боец, ребята. Но видите, как судьба складывается. Не знаю, в связи с коронавирусом, не знаю, драться не с кем, даже не могу понять. Потому что, смотрите, Гасиев тоже, да? Ну, как бы в Москве... В Москве и тоже хер знает кого привезли. Бетербеев тоже. Казалось бы, эти бойцы такого уровня, они должны уже быть там за границей, и бойцы должны быть только у них такие уже и топовые, и полутоповые. Правильно? Ну, видите, по непонятным мне причинам. Скоро, друзья, не удивлюсь, если наши бойцы, и Гасиев, и Бетербеев, будут драться в одном вечере там с Кокляевым, не знаю, с Датском, с Тарасовым в одном вечере бокса. А что делать? Жить-то надо на что-то, ребята. Там, за границей, боятся наших парней. Или не боятся, или не хотят с ними сливать им каких-то бойцов. Потому что, ну, они опасные, друзья. Правильно? Возьмите Гасиеву. Сейчас поставишь ему кого-то, он возьмет, выбьет какого-нибудь британца. Его вели-вели, правильно? А он возьмет и выбьет. Может, по этим причинам. Ну, и в комментариях, конечно, подскажете, друзья. Потому что вы как-то, те, кто болеет, допустим, фанат является Бетербеева, там, или Гасиева, правильно? Вы же постоянно углубляетесь, следите, может, какие-то моменты там, может, мини-травма, может, с тренерскими штабами, что-то. Ну, конечно, не радует. Но то, что посмотрим на него, это радует. Но сам бой, сам бой, само качество вот этого бойца, Дайнесса, ну, сейчас он пройдет с ним, да, этот бой. Ну, опять ему 3-4 месяца, как бы, отдыхать положено, правильно? Если бы вот этот бой прошел, и через пару месяцев уже другой бой, это, да, там, крен с ним. Но сейчас вот этот промежуток опять, будете, какой интервал даже этого промежутка, мы даже не знаем. Видите, что? Так, в этом, в этом вечере бокса будет драться, видите, Беспутин, опять в Москву приехал, не знаю, что там допинг прошел, у него не прошел. Михалкин, ну, Михалкин Агарба, это, Агарба, вот, боец полусреднего веса, и, конечно, им ничего нигде не светит. Так и будут, наверное, в Москве, и я так думаю, что, кстати, Агарба, это тот боец, которого бил этот хижняк, украинский боец, это в любительском боксе, и после того, как проиграл, видите, пошел в профессионалы, в российские профессионалы. Так, что еще про них сказать, друзья? Да, ну, про них что говорить? Пристанище их, ребята, пристанище вот этих бойцов, Михалкина, Горба, это вот, вот эти, Тарасовы, Дацаки, Кокляевы, вот эти вечера бокса, ну, плохо это или хорошо, вы меня спросите. С одной стороны, хорошо, в каком плане? Ну, люди, кроме бокса, ничего не знают, ничего не умеют, и здесь можно заработать нормальные деньги, потому что, ну, даже в этих вечерах бокса, уже видите, Челемба участвует, помните, последний вечер бокса, тоже где-то в Екатеринбурге, что ли, не помню, Тарасов, Дацик дрался, там, Кокляев, еще кто-то наш, Челемба, с каким-то там, с нашим бойцом, тоже, вечно дерущимся в России, почему так получается, еще раз повторюсь, к вам просто вопрос, так, ну, теперь по бою, безусловно, ребята, Бетербиев побьет этого, Дайнесса, ну, а техники, если говорить, в двух словах, Дайнесс, это обыкновенный, скучный, нефункциональный, однообразный, читаемый, боксер, любитель, профессиональном боксе, ну, то есть, вот, если есть любитель, да, такой, неинтересный даже любитель, есть любители интересные, много ударов, выбрасывают, что-то там, дотрагиваются, отбегают, подбегают, какие-то, какие-то вещи делают, может, даже не нужные, но делают, то этот нет, потому что, бой-то, бой-то растянут на многие раунды, там, на 10, не знаю, сколько раундов, даже это будет, и знать не хочу, этот поединок, там, 10-12 раундов, да, и поэтому, манера становится быть обыкновенной, устает, кстати, он проиграл этому, Фан Лунгу, Фан Лунг, китайский боец, который должен был, драться с Бетербеевым, начал смотреть их поединок, чтобы посмотреть, что за Дайнесс, за боец, за боец, если хотите, ребят, посмотрите, вот, такого ужаса, я давно не видел, ударов выбрасывается минимум, удары выбрасываются не сильные, ну, как, может, они оба не бьющие с этим, с Фан Лунгом, ну, даже описывать не хочу, одни отрицательные моменты, единственное, что, вот, у Дайнесса есть, это он иногда, когда приспичит, защищается с блоком, но, вот, допустим, Бенавидис с блоком защищается, вот, если посмотреть, когда стоит у каната, вот, он защищается блоком, и в это время, когда его бьют, он смотрит, куда ударить, то есть, вот, начинаешь ему бить по корпусу, он в это время тебе в голову всаживает, то есть, работа с блоком, то этот нет, тут в улитку закрывается, стоит, все удары возьмет на себя, боец там 3-4 удара нанесет, отпрыгивает, этот раз посмотрел, ага, на себя посмотрел, не упал, живой, потрогал, все нормально, и дальше боксирует, ну, короче, вот такой тип, что, ребята, про Бетербеева сказать, я не знаю, потому, что он может нас и удивить, в плане продышаться, начнется вот это, у него были уже такие бои с немцами, да, ринг почувствовать, вот эта хрень, но уже это надо прекращать, ребята, если что-то не получается, нужно сказать, вот видите, у меня не получилось, вот видите, я на шаг ниже стал, на голову меньше стал, чем был, качество упало, потому что простой, там годичный был, да, вот взять, допустим, вот пример у кого, ну, гаси давайте возьмем, вот вышел человек, и уничтожил нахер, он показал, что это не конкурент, он показал, что не нужно таких бойцов, ему возить, а если привезли, если вам нужен поединок, вы привезли, значит, получайте, что получаете, и никаких там не продышаться, не про, блин, не про бздец, как там правильно сказать, и также нужно и бетербиеву, нужно подойти и просто уничтожить, не нужно боксировать, не нужно вот эту, делать то, что даже это не твое, вот у него боксировать, получается, не очень, вот с Каладжичем, помните, да, все, что на дистанции, он проиграл, потом все, что мы говорили, нужно делать, помните же, ему тренер это сказал, я хочу видеть, чтобы ты бежал на него, и мы видим, когда Артур бегом побежал на него, сблизился и забил нахер, вот это нужно делать, но здесь бегать не придется, это не такой боец опытный, качество не такого даже, как Каладжич даже, пусть Каладжич, больной весь там, еще какой-то, но этот боец даже не такой, ребята, у него размах рук не такой, ничего, к нему просто нужно идти и бить его, если вот он будет идти с блоком, подойдет, он его уничтожит просто, до третьего раунда, но если ребята, извините, начнет вот эта, хрень какую-то показывать, блин, ну что, будем говорить, молчать не будем, конечно, будем указывать на какие-то ошибки, хотя с этим бойцом, ошибок нету, с этим бойцом, с Дайнессом, может быть только, знаете, как сказать, он взял-то затупил в бою, взял-то, принял его игру, то есть вот он боксирует, не торопясь, ты как-то ущерб не несешь никакой, и ты начинаешь боксировать, и его потихонечку переигрывать, и так раунд за раундом, не рискуя, хотя с этим бойцом, даже рисковать не нужно с ним, нужно забить его, и все, ну все, ребята, поняли вы, я так думаю, мою мысль, мою идею, поэтому, друзья, безусловно, победа здесь, победа Бетербеева, и победа нокаута, должна быть, все, удачи, друзья, не забывайте подписаться на боевую провинцию, собственно, Продолжение следует...